Анастасия Алексеева Давно произошла вопиющая ситуация на дороге. 13 человек, которые ехали в маршрутке, пострадали из-за того, что маршрутка врезалась в стоящий на дороге самосвал. Такая ситуация происходит, к сожалению, очень часто. Подобные ситуации происходят очень часто. Как от этого оградиться? И как вы вообще оцениваете дорожную ситуацию в Чувашии на сегодня? То количество, сколько страдает на дорогах в Чувашии или вообще в России, это просто колоссальные цифры. Допустим, в Чувашии за 2014 год погибло 245 человек. И 2406 оказались ранеными. В том числе люди стали инвалидами. И это не просто цифры. Это реальные жизни людей, детей, взрослых, молодежи. Дорога и вопросы того же ДТП или аварии. Вообще это касается каждого человека. И, к сожалению, у нас люди не все понимают это. И, видя те или иные новости, где-то в средствах массовой информации, они думают, это просто цифры. Это где-то, это с кем-то. И это никогда не коснется меня. Это большая ошибка каждого человека. Прежде всего, к этому надо относиться с своим пониманием и адекватностью того, что, к сожалению, это может произойти с каждым членом нашей семьи или на то. Дорогой соприкасается каждый человек. Будь то переход дороги, пешеход, или мы двигаемся за рулем автомобиля, или же едем на общественном транспорте, сидим рядом. Поэтому мы все участники дорожного движения. Каждый день. Вот если говорить о каких-то конкретных мерах по увеличению безопасности дорог, и пешеходов, и автомобилистов, какие меры можно предпринять? Как я считаю, есть простой пример. Либо возьмем пример здоровья. Что удобнее, что лучше и что эффективнее. Вырезать каждый раз опухоли у общества или заниматься профилактикой, образно говоря, вести здоровый образ жизни, кушать витамины, заниматься спортом, обливаться. И ты никогда не будешь болеть. Также я считаю, что важным моментом, важным инструментом в решении безопасности дорожного движения должна быть профилактика. Сделать так, работать на упреждение, а не уже на решение, уже на нарушение, допустим, когда человек уже нарушил, и идет у нас момент такой больше карательный. Это штрафы и все остальное. Поэтому, в частности, здесь хорошим подспорьем в этом во всем является социальная реклама. Вспомните, кто повзрослеет, помните, в советские времена, как активно развивалась пропаганда, как это подбадривало у людей. Также и здесь. Элементарный баннер на дороге, выбери кресла для своего ребенка, либо инвалидное, либо автомобильное, уже действует на родителей. И он думает, что на самом деле я сейчас сэкономлю, а потом это все, знаете, во что превращается. Потому что большинство, большое количество погибших детей, оно как раз в автомобилях. Когда, я может быть скажу жестко, но в то же время эффективно, когда ребенок с заднего сидения при резком торможении, либо при столкновении летит вперед и ломает шею об лобовое стекло. Это звучит ужасно. Но я хотел бы, чтобы довести до каждого родителя информацию о том, что не стоит экономить на здоровье ребенка. Потому что потом смотреть ему в глаза, когда он будет в инвалидном коляске, вы будете передвигать его или ходить на кладбище, это хуже всего. Поэтому именно сейчас я хотел бы достучаться до каждого родителя в этом плане. У нас только за 2014 год погибло 6 детей, и 245 оказались ранеными, в том числе инвалидами. Поэтому детский травматизм – это архиважная задача, которую должны мы решать вместе с государством. Здесь и общество должно участвовать, и активно бизнес в таком, как сказать, сосредоточить свое внимание на этом. Правда, что средства, которые выделяются из бюджета на профилактику ПДД, на профилактику, точнее, небезопасного дорожного движения, значительно уменьшились? В Дирекции безопасности дорожного движения и в контроль фотофиксации. Там, как я узнал, тоже был ноль у нас на профилактику. Да и зачем мне говорить об этом всем, если каждый из нас может проехаться по городу и посмотреть, где у нас хоть один баннер по безопасности дорожного движения. Касаемо детского травматизма, пешеходов, повышения культуры, алкоголя за рулем, негативное отношение к этому. Если работать с людьми, с их поведением, тех же самых пешеходов, которые, бывает, порой хватает ребенка, мама, и бежит через дорогу, когда ребенок сам говорит, что «мама, а зачем мы это делаем?» «Пешеходный переход», а он говорит, что «мы спешим, мы опаздываем». Вот, честно говоря, я сам провожу занятия в школах периодически, да, в революционных центрах детских, и дети сами говорят, вот так, как родители, бывает, хватает нас за руку. А что мы можем сделать? Поэтому, родители, будьте достойным примером для ваших детей, потому что в следующий раз на том же месте он может убежать без вас. А это может привлечь уже серьезные последствия. Каким образом может повлиять общественность на подобную ситуацию? Все-таки вы как общественная организация, да, Ассоциация автомобилистов? Ну, мы уже активно участвуем в этом, уже порядка пяти лет занимаемся проектом, связанным с профилактикой, с повышением культуры. Автомобилистов и участников дорожного движения. Поэтому здесь главное вовлекать общество. И здесь, в частности, очень хорошим поспором может быть СМИ. В данный момент СМИ больше констатируют, это погибшие, это груда металлов, это раненые. А здесь надо чуть больше. Здесь нужно говорить о том, что это не просто хроника, а как сделать так, чтобы этого не было. То есть проводить анализ и предлагать решения своим читателям или телезрителям, как это не повторять. Поэтому в данном случае общество, действительно, от общества очень многое зависит. В данном случае от понимания каждого человека и от участия. Я хотел бы, чтобы государство больше взаимодействовало с общественными организациями, помогало, развивало все это. С теми людьми, кому это интересно и готов подсвечать этому время. В последнее время очень много камер, видеофиксации нарушений появляется и в городе, в Чебоксаре, в первую, наверное, очередь. Не являются ли камерой той же самой мерой профилактики? Если ты знаешь, ты там не заедешь за линию, наверное, не увеличишь скоростной режим, там, где знаешь, что висит камера. А как камера влияет на то, что пьяный за рулем или нет? Пристегнул он ребенка или нет? Посадил удерживающее устройство или нет? Множество моментов таких, которые камера не влияет. Да, безусловно, это скоростной режим на тех участках, где она стоит. То есть в данном случае, да, это профилактика. Люди снижают скорость. Но бывает такое то, что ряд людей, опять-таки, набирает и полетел дальше. Да, после камеры полетел дальше. И в частности здесь, поэтому камера, она за всеми не допоследит. И второй момент, камера просто наказывает. Она не воспитывает. Она не говорит, что это нехорошо, и так не надо делать. Это может привести к этому. Поэтому, безусловно, камеры нужны. Безусловно. Но подход к сознанию людей и профилактике должен быть больше, я считаю. Вы высказывали мнение о том, что штрафы, которые автомобилисты или даже пешеходы платят в бюджет за нарушение ПДД, чтобы они тратились на улучшение именно безопасности дорожного движения, на инфраструктуру, например. Как думаете, куда же в таком случае должны пойти штрафы за несоблюдение, например, правил общественного правопорядка? Все-таки нужно ли такое деление, чтобы штрафы шли не в общий бюджет, а именно по направлению? Я понял. Даже если небольшая часть суммы уплаты штрафов, допустим, если мы возьмем те же самые фотокамеры, фото-видео фиксацию за прошлый год, 170 миллионов получил, да? Плюс еще другие штрафы. То если хотя бы какую-то часть будут направлять на профилактику, это решаться будет огромной задачей на самом деле. От кого в первую очередь зависит безопасность дорожного движения? От каждого из нас. Чтобы каждый серьезнее относится к тому, что в ДТП попасть может сам. Поэтому прежде всего быть внимательным при переходе дороги, это смотреть по сторонам, потому что часто бывает, что пешеход в капюшон, телефон, и идешь вперед, меня все видят, автомобилисты должны меня по-любому заметить. Случаи разные бывают. Автомобилист может отвлечься. Вот буквально на днях было ДТП, опять-таки на пешеходном переходе автомобилист сбил. Есть человеческий фактор. Есть темнота, сумерки, есть дорожные условия. Поэтому каждый, когда садится за руль или переходит дорогу, он должен быть максимально внимательным, максимально бдительным. Ну что ж, я нашим телезрителям в первую очередь, наверное, пожелаю, именно будьте внимательны на дорогах. Внимательность здесь поможет вам во многом. Максим, спасибо большое за то, что пришли сегодня к нам. Наша программа «По существу». Было очень приятно пообщаться. Вам тоже желаю осторожности на дорогах, внимательных автомобилистов и не менее внимательных пешеходов. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Это была программа «По существу». Меня зовут Анастасия Алексеева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова